вот именно вот в таких лесах наша молодежь на карантине зависает ребята добрый день с вами володя и мы в очередном парке пекин бютель парк я вам уже показывал мы гуляли с детьми теперь мы вот на эрикозе у каждого парка есть свое маленькое озеро я вам покажу она там находится в данный момент мы находимся на такой тропе здесь вот вот такие вот препятствия мы сейчас будем здесь играть выше земли как называется у меня неподалеку здесь коллега живет и он по вечерам выгуливает свою собаку и говорит здесь прям какая-то охота на молодежь потому что полиция гоняет молодежь у наши карантин молодежь дома не выйдешь я не удержишь да скажем у меня вот 10 лет девчонки на еще как слушается дома ей долго нельзя гулять но если по старше молодежь 14 15 16 лет им нужно уже все там а сейчас наша весна любовь морковь вот они кучкуется теперь вот в таких вот лесах да я с вами прогуляюсь упал вот видите уже упал дело в том что дом это пивасик не попьешь с батей с друзьями то вкуснее кстати у нас пиво можно покупать 16 лет в магазине ну и вот ребята зависает вот в таких вот лесах в парках лесах ну и как-никак у нас карантин толпами находиться нельзя гулять можно только вот или семьей или метр пятьдесят чтобы было расстояние вот ездить полиция и гоняет их ну и как я уже говорю что они гоняют ну домой не отвозят разгоняет просто записывают их не данные насчет штрафов я не знаю у меня еще знакомых никто не рассказывал что домой приходили штрафы за то что молодежь кучкуется ну честно говоря не удержишь так долго молодежь дома я сам молодой был меня дома долго не знаю после школы пришел поел и ушел кстати здесь можно жарить шашлыки маршлыки у нас здесь игровые площадки но мы чуть-чуть да мы сейчас дальше пойдем чтобы нас никто не видал в этом парке мы не одни на заднем фоне вон тоже мать с детьми отдыхает там он уточек кормят мы сейчас то что сходим покажу озерцо ну и вот как то так пишите в комментариях что ваши ваша молодежь делает я не думаю что днем и ночью себя дома потому что школу нельзя сходить кажется выгуливать их тоже нужно когда-то начнут тухнуть вонять вот я уже рассказал до этого видео что я свои все равно выгуливаю им нужно нужно потому что дети потихоньку уже все уже крыша едет они ну не знаю мне жалко детей которые сидят дома вы выводить если у вас есть дети выводите гуляйте к нам еще ни разу не подошел полицейс не дал штрафу ну мы сами по себе гуляем толпами что как другими детьми они не играют что-то заразиться корона или чудо вот давайте он немножко парк покажу может идет в голову мне я вам еще что-нибудь расскажу на здесь вот такие вот огромные лавки может она не сидеть но и адреса лезешь вообще хороший парк он конечно небольшой такое маленькое грязное озеро с утками можно и уток покормить ну нежелательно буду кормить они потом жирные становятся и зимой им плохо кстати две или три зимы назад мы вот на этом озере расчистили снег было холодно и катались на коньках о залез молодец катались на коньках но озеро сильно грязная вода можно это красная смотрите в этом озере уже ни один ни другой мопед валяется я знаю когда еще сам молодой был 20 лет назад ребята воровали мопеды гоняли их и потом здесь топили чтобы полиция не находила так что кому нужен мопед приезжайте к нам садика заходишь парк вот такой у нас проход здесь по прикол такие ворота в новую жизнь вот после корона у нас будет серьезно новая жизнь так мы сейчас еще в лес сам садим на там покажу пару приколов вообще хорошо делали ну дети здесь у меня бесят класс хорошо для координации блин круто молодцы вот такой вот в лесу еще сейчас весна у нас все распустится когда зелень будет очень классно так что гулять можно и нужно погода сейчас хорошая весенние пойду догонять своих убежали кстати друзья гуляют под таким тропинка сделали такие мостики это у нас штук пять таких типа заходишь в лесок здесь можно посидеть спортом позаниматься дети попрыгали побежали дальше я их не догоню сегодня вот кстати здесь объясняется как че делать какие тараканы здесь у нас живут ну и вот как как бы от молодежи здесь просто не посидеть и покучковаться да все сделано как говорится для этого дела ну и вот по ходу дела менты знают полиция знает где чё почем и за ребятами гоняется вот так и да нет вон они бегают пойду за детишками а то вдруг арестуют а папа рядом нету заберут там дом бутылку помню у меня одно время андрюшка боялся полицию так он его хорошо можно было в машине пугать если что-то не слушался сейчас остановлюсь от полица полицаем тебе все как рукой снимала ну это было давно и неправда теперь его не напугаешь ну я думаю так подойдут без тебя без меня то накакает в штаны хорошо ребята сколько раз выходите в неделю гулять пишите обязательно или вообще считаете правильным такие вот спонтанные прогулочки по лесу по лесу я не говорю я здесь магазин или еще что кстати магазина я езжу один без детей и мне последнее время не нравится по магазинам ездить потому что люди какие-то стали из этого корона вируса какие-то злые не очень хорошо так друзья ну прогулка наша уже все закругляется мы кружок хороший дали опять убежали вперед да вот такой маленький видосик я вам говорю что буду травить вас маленькими видосиками видите мы по лесу гуляем здесь тропинки такие мне нравится так что ребята пишите задавайте вопросы буду в этих моих путешествиях да с детьми вам отвечать на вопросы сейчас будем проходить такую статую поставили железную типа огородник какой-то вот ну и все на этом наверно будем прощаться ребята с вами было приятно погулять так что если у вас есть дети которым 15-16 лет предупреждайте или одевайте им кроссовки чтобы они быстро убегали от полиции и много не пили пива вот потому что погода-то хорошая а выпить охота со мной по молодости в этих лесах даже ни одно два пива выпивал все ребята пока с вами был бель-бель-бель-бель был володя